Ирина Николаевна Нейжмакова работает в РМПТС 12 лет. Ее прямой обязанностью является составление и проверка различных смет для организации. Прежде чем любая задача на объектах будет выполнена, ее стоимость необходимо рассчитать работникам сметного отдела. Организация большая, теплосетей по городу много. Мы составляем сметы для определения цены капитального ремонта трубопроводов наших зданий, ЦТП, котельных, ну и другой много интересной работы. Для тех людей, кто нашел свое призвание, работа с цифрами является увлекательной. Ирине Николаевне всегда интересно видеть разницу в ежемесячных расчетах и узнавать, почему некоторые цифры изменились. В своей работе весь ее отдел придерживается одного девиза. В составлении смет в строительстве есть практическое пособие под редакцией Горячкина. И вот в этой книге мне очень понравилась его фраза, что сметное дело во многом динамичный и творческий процесс. И вот мы работаем с таким подходом. Сын Ирины Николаевны Александр работает в РМПТС на передовой. Он трудится мастером участка котельных и обеспечивает жителей поселка Ворошиловка горячей водой и отоплением. Александр организует на своем участке всю деятельность операторов и слесарей. Под его контролем в котельной происходит нагрев воды. Поступает холодная вода в котельную, очищается через химподготовку, затем попадает в котлы и насосами наметается на потребителя. Горячая вода через водоподогреватель, а отопление напрямую в трубы к жильцам. Александр отметил, что вода всегда выходит из котельной по определенному температурному графику. Зимой он варьируется в зависимости от погоды. Водогрейные котлы работают с помощью электричества и котельная никогда не прекращает свою работу, даже при отключении света. На этот случай здесь есть специальный генератор. Александр больше всего ценит в своей работе стабильность. Стабильная зарплата, своевременная и уверенность в завтрашнем дне. Сестра Александра работает с населением. Она является инспектором абонентского отдела. Больше всего Наталье нравится решать проблемы людей. Они могут быть связаны, к примеру, с начислениями за услуги отопления или подачей горячей воды. Работа интересная. Требует молниеносных решений. Потому что, когда ты работаешь с человеком с глазу на глаз, это всегда и ответственно, в первую очередь. И, опять же, требует решений здесь и сейчас. То есть, к тебе пришел человек, он обратился к тебе с проблемой, и ты должен эту проблему постараться решить. Все члены этой семьи отмечают, что хотят дальше продолжать работать в РМПТС. Они считают, что место работы является достойным. Кроме того, эти люди очень хорошо понимают друг друга при общении в семье. Также они считают, что это очень важная для города деятельность. Без горячей воды и отопления жизнь в современном мире была бы очень затруднительной. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».